Зачем открывать Америку, когда даже редкие американские птицы и рыбы в Анапском океанариуме и зоопарке Планета Океан. Индийский сабель Астарта, рыбы с ногами, русские осетры и белоперые акулы прямо над головой, спинороги Пикассо, тропические гости из Южноатлантики, с островов Пасхи, Гавайских островов и Индийского моря, собственный охранник зоопарка Леопард Ричард. И это не телепередача «Мире животных». Это океанариум Планета Океан в парке «30-летие Победы». Сегодня вы узнаете в подробностях. До какого числа продлили запрет на полеты в аэропорту Анапы? О судьбе долгостроя Анапский проспект? О снижении налога для детских здравников? Как на курорте задержали похитители велосипедов? И не только об этом. Режим простой аэропортов Анапы, Краснодара, Геленджика и Ростова-на-Дону продлили еще на неделю. Продолжают оставаться закрытыми также воздушные гавани в Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте. Прилететь на юг страны можно, только используя аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных вод и Волгограда. Небо над аэропортами закрыли 24 февраля, после начала специальной военной операции в Украине. Ограничения несколько раз продлевали, последний раз до 28 марта. Теперь Росавиация обозначила дату 1 апреля. Часть персонала аэропортов переведена в режим простоя. Шесть проблемных домов уже достроили с начала 2022 года в Краснодарском крае. Всего в этом году завершат работы на 85 объектах. Исполнение плана обсудили на совещании глава региона Вениамин Кондратьев с представителями прокуратуры, следственного комитета, профильных ведомств, главами городов и застройщиками. Так, в эксплуатацию уже ввели дома жилого комплекса Рич Хаус, Свобода и Зеленодар. Всего восстановлены права дольщиков на 1500 квартир. Как отметил Вениамин Кондратьев, переносить сроки нельзя. До конца 2023 года проблема дольщиков должна быть закрыта. Всего в регионе недостроено 169 домов. На 72 уже проводят работы. На оставшихся объектах строительство продолжат совсем скоро. В другом случае будут выплачены компенсации. Работы на долгостроях также завершают на основе соглашений с Фондом развития территорий. В первом полугодии ждем рассмотрения порядка 15 объектов. Анапский проект в Анапе, жилой комплекс Калина-Парк, самоцветы, Сити, Дубровка на магистральной в Краснодаре. По ним примут решение, какие достраивать, а по каким выплачивать компенсации, отметил вице-губернатор Евгений Наумов. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе очередной сессии в четверг приняли в первом чтении законопроект о продлении на 2022 год периода снижения ставки налога на имущество для детских здравниц и санаториев до 0,01%. Для сохранения их конкурентоспособности, недопущения сокращения персонала и перепрофилирования организаций. Ставку налога на имущество для детских здравниц и санаториев с 2,2% до 0,01% для поддержки отрасли в условиях пандемии снизили в Краснодарском крае в конце 2020 года. Такая мера действовала и в 2021 году. Предлагаемый законопроект подготовлен в связи с необходимостью продления на 2022 год действия пониженной налоговой ставки на имущество организации в размере 0,01% для организаций отдыха и оздоровления детей. Данная мера позволит собственникам детских лагерей и санаториев сохранить конкурентоспособность услуг в сфере детского отдыха, численность работников, не допустить перепрофилирования детских здравниц, заявил в ходе сессии министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Горкуша. В Краснодарском крае в марте 2022 года сахар-песок подорожал по сравнению с февралем на 34,2%, по сравнению с декабрем 2021 года на 39,7%. За неделю с 12 по 18 марта сахар подорожал на 11%, говорится в материалах Краснодарстата. Крупа гречневая выросла в цене на 11,7% по отношению к последнему месяцу 2021 года и на 5,7% по отношению к февралю текущего года. Также среди подорожавших продуктов числится капуста белокочанная свежая. За месяц она подорожала на 11,5%, по отношению к декабрю 2021 года на 27,8%. Кроме того, в группе продовольственных товаров по сравнению с февралем больше всего цены повысились на яблоки, плюс 10%, морковь, плюс 12%, лук репчатый, плюс 11,9%, картофель, плюс 8,4%, вермишель, плюс 8%, мука пшеничная, плюс 5,2%, соль, плюс 10,7%, чай черный, плюс 8,5%, яйца куриные, плюс 3,2%. Молоко питьевое, цельное, пастеризованное подорожало на 4,7%, масло сливочное на 5,7%. На эти продукты за неделю с 12 по 18 марта 2022 года цена выросла следующим образом. Яблоки, плюс 5,9%, морковь, плюс 6,4%, лук репчатый, плюс 9,8%, картофель, плюс 3,8%, вермишель, плюс 4,8%. Рис, плюс 5,3%, соль, плюс 5,7%, чай черный, плюс 6,3%, масло подсолнечное, плюс 3,3%, говядина, плюс 2,6%, сообщает РБК Краснодар. В Анапе полицейские задержали злоумышленников, которые похищали велосипеды. В полицию курорта сообщением о краже обратились сразу несколько жителей улицы Страханская и Ленина. Они заявили, что из подъездов их многоквартирных домов пропали дорогостоящие велосипеды. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности и местонахождение злоумышленников. Ими оказались анапчане в возрасте от 18 до 19 лет, которых задержали. Установлено, что молодые люди похищали велосипеды для дальнейшей продажи. За что были задержаны? За кражу велосипеда. Вину свою признаете? Да. Расскажите обстоятельства, при которых вы совершили кражу. Когда это было, в каком месте и что именно вы и как украли? С ночью, с 8 на 9 марта. Но вы из подъезда воровали? Да, из подъезда. В велосипеды, да? Да. А в дальнейшем куда их дели? Просто вы вез домой и там стояли. Ну, как под личной особенностью. За что были задержаны? За кражу шести велосипедов. Расскажите обстоятельства, при которых вы совершили кражу. Обстоятельства, нужно были деньги. Ну, откуда именно вы украли, когда это было и что вы потом... Это было с 8 по 9 марта ночью. Дома ни назову, не помню. Ясно. С велосипедами потом что сделали? Сбыл. Вину свою признаете? Признаю. Общая сумма ущерба четверым потерпевшим составила около 150 тысяч рублей. Часть украденного полицейские изъяли и вернули законным владельцам. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье кража. Участникам банды грозит до пяти лет лишения свободы. 16 машин марки «Газ Соболь» передали медицинским организациям региона в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Автопарк обновили в центральных больницах Анапы, Ейского, Славянского, Павловского, Кавказского, Красноармейского, Крыловского, Крымского, Тихорецкого, Белоглинского, Северского, городских больницах Сочи и Краснодара. Спецмашины будут использовать для доставки пациентов в больницы, медработников к больным, биологических материалов в лаборатории. А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А также воды не будет у жителей Приморского сельского округа, проживающих по улицам Рассветная, Свободы, Рос, Камчатская, Ключевская. Далее прогноз погоды в городских подробностях, спонсор прогноза погоды – океанариум в парке «30-летие Победы». Зачем открывать Америку, когда даже редкие американские птицы и рыбы в Анапском океанариуме и зоопарке «Планета Океан». Индийский сабель Астарта, рыбы с ногами, русский осетр и белоперые акулы прямо над головой, спинороги Пикассо, тропические гости из Южноатлантики, с островов Пасхи, Гавайских островов и Индийского моря, собственный охранник зоопарка Леопард Ричард. И это не телепередача «Мире животных», это океанариум «Планета Океан» в парке «30-летие Победы». В пятницу 25 марта нас ожидает пасмурная погода. Температура воздуха днем плюс 7 градусов, влажность воздуха составит 61%. Ветер подует с востока со скоростью 3 метра в секунду, порывы до 5 возможной осадки. Температура воздуха ночью плюс 5 градусов. На сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Напоминаем, все новости и передачи 39 канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, интересные события и факты. anapanews.com. До свидания.